Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях тренер хоккейной команды «Чебоксары» Сергей Нуржанов. Сергей Зинулович, здравствуйте! Спасибо вам большое, что откликнулись на наше приглашение поговорить о развитии хоккея в «Чебоксарах» и, в частности, о вашей команде, хоккейной команде «Чебоксары». Сергей Зинулович, ну вот после двух матчей на прошедшей неделе с барнаульской командой «Алтай» вы вышли на первое место. Ну, вообще, достаточно необычно, наверное, для новичка первенство высшей хоккейной лиги вот так вот сразу с первых двух месяцев, два месяца команде вы сразу лидируете. Вот чем можно объяснить такую ситуацию, такую позицию? Ну, прежде всего, это комплектация команды подбором игроков. С того года остались ребята. Со мной приехали. Как бы только этим и желанием расти всей команде. Не секрет, да, что хоккейная команда «Чебоксары» появилась 2-3 месяца назад. И частично в эту команду перешли игроки «Сокола». Вы тренировали команду «Юниор Спутник». Вы привезли с собой тоже игроков, да. Вот приехали самые лучшие и пришли из «Сокола» в «Чебоксары» самые лучшие, да? Да. Мы лучших собрали, молодых, перспективных, которые хотят развиваться, хотят поднять хоккей в «Чебоксарах». Ветеранов нет. То есть вы, грубо говоря, начинаете с нуля? Ну, да. А чем можно объяснить? Вот на прошлой неделе были две игры. В среду и в четверг с одной и той же командой. В среду вы проиграли 2-3, в четверг вы выиграли 10-4. Чем можно объяснить вот такую вот разницу? Ну, это еще только старт первенства, поэтому тут еще рано о чем-то говорить. Мы еще уловим свой ритм, свою игру. С воротарями у нас определенность идет. Кто-то лучше, кто-то хуже. Пока все. Смотрим, играем. Наигрываетесь? Ну, да. А вообще команда сыграна или все-таки есть необходимость там еще поиграть, потренироваться? Да нет, как бы команда сыграна. Просто вот они между собой еще притираются. Ребята вот с того года, кто новенький. Им надо почувствовать, что они команда единая. Что не каждый по-своему, не пятерка играет, а весь коллектив. Поэтому у нас с играми это все придет. И будем добиваться успехов. А вообще какую цель вы ставите по итогам этого сезона? Ну, у нас цель была поставлена в четверке быть. Это, я считаю, по силам нам. Но видно будет к концу сезона. А есть у нас соперники? Вот кто из соперников сильнее нас? Кто, может быть, слабее нас? Хотя, наверное, о соперниках так не говорят. Да нет, в этом году лига вся ровная. Как аутсайдер может обыграть лидера, так и средние команды могут между собой поделить очки. Поэтому тут очень тяжело в этом году сказать, что вот это лидеры, а это аутсайдеры. То есть все может еще измениться? Конечно. Здесь за сезон. Мы, когда присутствовали на одном из матчей, вроде вначале все шло замечательно, в первых двух периодах даже лидировали. А в третьем периоде пропустили. Глупые ошибки допускали в обороне и не могли реализовывать опасные моменты. Вот в чем причина такой ситуации? Ну, это хоккей. Игра может перевернуться в любую минуту, и можно проиграть матч за пять секунд. От чего это зависит? От настроя игроков, от болельщиков? СМС-ку получил от жены, я не знаю, еще что-нибудь? Да нет, ребята пытаются отключиться от внешнего мира, они сами понимают, что настрой тут. И упрекнуть их в недонастрое нельзя. Да, где-то мы первую игру провалили с Мордовией на своей арене. Чувствовалось волнение, мандраж, ребята не справились. Так же, как и болельщик к нам привыкает, и мы к болельщику тоже привыкаем. Ну вот прошла информация, что у нас в хоккейном клубе Чебоксары появится легионер. Да, вот как говорят, хоккеист из Канады. Нет, он как бы появился, две тренировки провел, выяснилось, что у него проблема с визой, надо продлевать. Ну и мы посмотрели на него, на льду в деле. Как бы он нам не помощник. Он уже уехал в Чехию. Ну он же молодой, ему 19 лет, по-моему, да? Так у нас вся команда молодая, но он на уровне даже наших молодых не блещет таким, что мы от него ожидали, хотели увидеть. У нас больше Максим Преступлюк на канадца, похоже, по манере игры, чем канадец. Удивительно. То есть не будет у нас Жан Гиома, как там его по фамилии? Нет, нет, не будет его. Наши играют лучше? Да. Это школа российского, советского хоккея, да, традиции? Или это в Чебоксарах такие хоккеисты? По команде? Да, по команде. Вот что, мы даже лучше некоторых канадцев. Ну, он, во-первых, молодой, 96-го года. У нас 96-го года один-два человека, поэтому держать канадца в третьем-четвертом извинении нет смысла. Лучше давать молодым ребятам местной школы, как Паша Жирнов. То есть наша школа, в принципе, российская школа, да, не уступает по подготовке иностранным? У нас просто немножко специфика подготовки молодых спортсменов различается очень сильно. У нас с первого дня, с первой игры родители требуют от детей беги, убивай его, но это не должно быть такого. Там бесконтактный хоккей в этом возрасте. Они без кружек катаются, приходят, учатся правильно кататься. Ну, и силовая борьба там запрещена. То есть немножко разные? Ну, да, они уже во взрослом хоккее, когда уже организм окреп, тогда можно и играть в силовую борьбу, чтобы у ребенка не было травм. А у нас дети, половина России заканчивают, не добравшись до взрослого хоккея. Из-за травм? Да, конечно. Ну, Сергей Зинович, вы уже, ну, наверное, месяца три в Чебоксарах, да? Вы постоянно живете здесь? Да, я с июля здесь. Семью перевезли? Нет, пока один. Ну, будете перевозить. Как вам Чебоксары, как вам Республика, как вам развитие хоккея, вот Ледовый дворец? Да, все здорово. Хороший, красивый город. Правда, только один раз прогуляться удалось по вашему заливу. Очень красиво. Ну, все, остальное время все в Ледовом. Ледовый дом, все. Спасибо большое, Сергей Зинович, что ответили на наши вопросы. Я вам желаю побольше побед и побольше времени, чтобы отдыхать и смотреть на наш город. Спасибо вам. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был тренер хоккейной команды Чебоксары Сергей Нуржанов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»